А 480? 435, 440. Мы это в районе 450. Съемка. А что это она идет? Друзья, всем привет! Вы часто пишите мне и спрашиваете, где можно купить вот эту лесенку, которая стоит у меня на подоконнике. Мы ее делали сами, поэтому, к сожалению, я не знаю. На самом деле, похожих лесенки в доме у нас три штуки. Вот это маленькая лесенка, еще одна лесенка, высокая и пошире стоит у нас на большом окне, и еще одна лесенка стоит на балконе. Раньше она была в спальне. Мы их тоже все делали сами. Если вы тоже хотите попробовать сделать сами такую лесенку, напишите мне в чат канала или в личное сообщение, и я пришлю вам фотографии поближе. Этот стеллаж с посудой смотрится очень красиво и кажется, как будто так задумано. Но на самом деле это вынужденная мера, потому что эта вся посуда у нас просто не уместилась на кухню, и мы не придумали, как ее можно красиво и безопасно хранить. Поэтому мы решили поставить на окно вот такую лесенку, и получилось, кажется, очень красиво. И переходим к посуде, которая здесь находится. Начну я вот с этих вот бокалов. Вот такие красивые бокалы под вино или под сок. Мы пьем из них все. И покупала я их в Икеа. Стоили они примерно 39 или 49 рублей за штуку. У меня таких два. Дальше расскажу про вот эти бокалы. Это бокалы моего мужа. Он долго их искал, и он купил их себе для того, чтобы пить пиво. Однажды в винном, ой, точнее, в пивном ресторане он попробовал пиво вот из такого похожего бокала, и решил купить себе домой точно такой же. Эти бокалы мне тоже очень нравятся. Я иногда пью из них воду, или молоко, или сок, или даже вино. Они красивые, на ножке, с виду похожи на винные, но на самом деле это прям настоящие бокалы для пива. Таких бокалов у нас два. Пошабахче. И покупали мы их в Ашане по цене примерно 100 рублей за штуку. Очень дешево, и качество стекла, кстати, прям вполне хорошее. А это у нас бокалы выходного дня. Именно так мы их назвали, потому что в выходные мы пьем... Опять я стукнула кольцом. В выходные мы пьем вино именно из этих бокалов. Они большие, вино из них пить намного приятнее. И вроде бы правильнее красное вино пить из таких больших бокалов. Объем такого бокала 450 примерно миллилитров. И когда мне мой лечащий врач-невролог сказал, что очень полезно в день пить бокал вина, я сразу подумала про этот и уточнила, сколько именно миллилитров вина нужно пить в день. Ну, потому что пол-литра вина в день, я думаю, не очень полезно. Бокалы очень классные, тоже пошабахчие. К сожалению, сколько стоили, не помню. У нас их тоже две штуки. Вообще, на самом деле, почти все бокалы такие вот красивые у нас по две штуки, потому что мы живем вдвоем, не видим смысла покупать наборы бокалов, где там 6 или 8 штук, и их негде хранить. Ну и мне кажется, прикольно, когда вся посуда разная. Еще у нас есть вот такие классические бокалы для шампанского. Думаю, про них рассказывать особо много смысла нет, вы все их знаете. Бокалы тоже пошабахчие, и тоже у нас их две штуки. Точнее, правильно будет сказать, бокалы не для шампанского, а для игристого вина. И еще у нас есть два вот таких вот красивых бокала для мартини, но точнее, вот эта форма не классическая для мартини, это вроде для коктейля Маргарита. Мы достаем их, мне кажется, раз в год, когда нам хочется мартини или какой-нибудь опироль. Мы их купили несколько лет назад, наверное, пару лет назад, прямо перед Новым Годом. Нам срочно понадобились бокалы для мартини, и их, как назло, нигде не было. Даже не помню, где мы купили эти, или в Ашане, или в Метро, и здесь даже нет никакого бренда, поэтому я не знаю, что это с производителями, сколько они стоили. Их у нас тоже две штуки. Про эти надо сейчас тут уберу. Вот такие бокалы из Икеи, их у нас целых четыре штуки, сначала мы купили два, и в следующую поездку в Икею купили еще два, потому что они очень классные, стоят, кстати, 39 рублей, ну, в кроме случая, стоили так, когда мы их покупали. И они абсолютно универсальные, мы из них пьем воду, молоко, сок, горячие напитки, потому что они не нагреваются и выдерживают горячие температуры. Ну, точнее, нагреваются, но не очень сильно, и если вы нальете в них не кипяток, а какой-то горячий или теплый компот, то брать бокалы будет вполне приятно. Больше всего эти бокалы любит мой муж, потому что ему не нравится подливать чай или воду, или молоко. Один раз налил, и хватает на весь прием пищи. Еще не так давно, примерно полгода назад, мы купили вот такие вот бокалы по Шабахче, взяли их в Метро, они стоили со скидкой примерно 250 рублей за три штуки. Не знаю, зачем мы их взяли, потому что они красивые, также пьем из них воду, сок и подаем в них гостям напитки. Еще у нас есть вот такие вот классные бокалы, маленькие, они для чая и кофе, и в 13-м году мы с мужем были в свадебном путешествии в Марокко, и там подавали чай с мятой примерно вот в таких же бокалах, и потом я их нигде не видела, и этим летом мне нужно было найти посуду в восточном стиле для фотосессии, и я увидела в Ашане вот эти бокалы, они стоили недорого, это тоже, кстати, по Шабахче, я, кстати, удивилась, что у меня так много посуды этого производителя. Так получилось случайно, только что об этом узнала. В общем, бокалы красивые, и чаще всего я именно из этого бокала пью свой утренний кофе. Друзья, наконец я вам рассказала вот про эту полку, кстати, она деревянная, покрыта маслом, и про посуду, которая на ней стоит. Если у вас остались какие-то еще вопросы, пишите их, пожалуйста, в комментарии или в чате канала, и я постараюсь на них ответить. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok